Нейрокинезиология, в отличие от многих направлений, не предлагает телу никаких внешних воздействий. То есть в принципе генезиология это способ через мышечный отклик тела данному телу показать те нарушения, искажения, отклонения, которые под телом я подразумеваю все тела, которые данный человек и его прародители накопили за какой-то период жизни. То есть мы через мышечный отклик различного плана показываем это телу, потом показываем, каким образом можно исправить ситуацию, но не из мне, не я, не как терапевт это исправляю. То есть это не массаж? Это не массаж. Моя задача, используя ту информацию, которую я постоянно продолжаю изучать и не хочу совершенно, не собираюсь останавливаться, захватывая целиком. То есть еще более тонко, еще более точечно показать данной системе человеческих структур те напряжения, которые существуют, пути выхода. И потом кинезиологический тест, он дает возможность закрепить полученный вот этот результат и использовать это как базу для следующего функционирования. То есть такой подход, он дает возможность очень мягко, без каких-то пережевывания или пересматривания ситуаций травмирующих, которые были когда-то. То есть мы можем дать, расшифровывая те или иные точки, каждая точка тела говорит о каких-то эмоциональных или поведенческих напряжениях. В процессе работы я могу диагностировать сотни и тысячи таких точек, они могут где-то повторяться, где-то они могут, как бы эта информация дополняет друг другу. Человек получает отстраненную картину, можно посмотреть на все это со стороны и увидеть, чем те травмы отражаются в его текущей жизни. Без слез, без истерик, без каких-то серьезных последствий и напряжений, которые иногда, я слышала, могут длиться длительное время. То есть может быть после баланса очистительной реакции, то есть это является нормой, могут быть какие-то тихие слезы или инсайты до переживания того, что было когда-то в его жизни или в жизни его родителей катастрофой космического уровня. Такое происходило в нашей жизни, в нашей жизни в принципе, потому что мы едины со своими камнями, мы совершенно неразрывны. И вот именно получение полноценного звучания всего своего наследия, всего, что предшествовало текущей жизни и с тем, что будет идти дальше. Вот к этому состоянию я потихонку сама прихожу и буду этому следовать, единству в своем состоянии, единству этого опыта. И это дает стабильность, уверенность, покой, мудрость, которую мы можем применить в любом аспекте нашей жизни. Отлично. Я это понятно сказала? Да, да. А подытаживая вот то, что было до этого за все это время сказано, у меня сразу просто я в голове держу несколько таких обобщающих вопросов. Первое. То есть по людям. Получается, что первое, то есть люди делятся пообразно так, ну, в общем, если на следующей категории. Первое – это те, у кого есть какие-то серьезные травмы, проблемы, и которые они приходят к вам, прежде всего, как терапевту. Ну, то есть я как я это понял, так ли это. А второе – это, ну, то есть, второе – это люди, которые… То есть два и три, наверное, еще типа людей. То есть, получается, второй тип – это, в принципе, в общем-то, любой человек. Потому что у всех, у большинства, наверное, подавляющего большинства людей есть, то есть, какой-то, где-то, откуда-то, когда-то взятая какая-то особенность, связанная с каким-то зажимом, со страхом, с какой-то вот этой вот историей. Правильно? И они, и эти люди приходят, это дело рассматривают, и то есть здесь идет больше не как терапевт, а здесь идет именно больше как обучающая история. Ну, и третья группа людей – это люди, которые вот целенаправленно уже, то есть, давно двигаются в направлении там, то есть, такая более экспертная группа, с которой вы там уже дальше передаете им, возможно, какое-то мастерство уже непосредственно. Вот я вот три вот увидел в основных, то есть, так ли это, то есть, являетесь ли вы, можете ли вы быть, как бы, вот таким очень срочным терапевтом, то есть, у кого-то прям большая проблема, и он приходит, и, то есть, ну, и вы до какого-то уровня как бы ее снимаете, скажем так. Да, то есть, аппендицит я, конечно, не вырезаю людям, и трепанацию черепа я, безусловно, не делаю, но во многих острых и болезненных ситуациях, не подменяя медикаментозные вещи ни в коем случае, с теми методами, которые я работаю, можно получить достаточный эффект. И очень хороший эффект происходит, когда ко мне приводят детей, у которых сложности в обучении, потому что вот на эту сложность в обучении, которая имеет корни иногда родителей и прародителей, накапливается в течение жизни очень много, ограничивая еще в жизни этого человека травм. С той же проблемой могут подойти и взрослые люди, и окажется, что восстанавливая какие-то возможности также к восприятию или информации, у человека открываются совершенно другие возможности в плане отношений, бизнеса и тому подобных вещей. Часто люди приходят с проблемами именно в бизнесе и взаимоотношениях с партнерами, и по логике, наверное, ясной каждому, мы можем там же очутиться не только в периодах расплачивания, экспроприации и так далее, но также это может касаться школьных лет и взаимодействия с вышестоящими, с классом и тому подобных вещей, которые не дают полноценно сложиться каким-то отношениям в бизнесе. Люди в конфликтных или кризисных ситуациях в отношениях с партнерами, в семье тоже это один-два приема, и может просто ситуация острая либо стабилизироваться, либо она может очень гармонично и мягко разрешиться. С таким широким названием, которое обозначается как синдром эмоционального выгорания и может сказываться и в депрессивных состояниях, и в соматических состояниях тоже есть очень адресные коррекции. Еще один аспект немаловажный, это прививки. Я не буду оспаривать ни в коем случае необходимость их применения для населения. Но это не в моей конфликтности, мы не можем на это повлиять, но последствия, которые эта процедура за собой несет, они не всегда очевидны. То есть у кого-то в единичных случаях, которые есть, которые трагичны, на детях это может сказываться катастрофично, но очень часто они проходят без последствий. Так же часто люди, приходящие ко мне с какими-то проблемами заторможенностью, утомляемостью, плохого сна, спектр очень широкий, которые тянутся долгие годы, и мы диагностируем с помощью определенных методов тот или иной фактор напряжения. И в значительном количестве случаев это являются прививки. Так вот, хорошая новость в том, что можно минимизировать последствия тех прививок, которые когда-то нам делались в детстве, и на порядке расширить свой потенциал и взрослым людям, и детям тем более. И это работа с иммунитетом, и это работа с аллергиями и так далее. И люди могут приходить как в острых ситуациях, так и в тех ситуациях, когда они длительное время бьются с одной проблемой, повторяющейся проблемой. Может быть, это и не носит такого яркого напряжения, но тем не менее человек не может полноценно реализовываться. И еще я хочу обращать внимание всех людей, у которых чувствуется потребность, потенциал помогать людям, лечить. Потому что длительное время в нашей стране и во время советской власти и ранее к такой деятельности было на государственном уровне сформировано негативное отношение. То есть знахарство там, травка, не лечиться, это вообще все шаманизм, безобразие и так далее. И люди отказывались от своих способностей, и это было небезопасно, проявлять их было небезопасно. Но вот такой отказ от способностей, от самореализации в этой области, он часто несет самые негативные последствия. То есть если у человека есть талант художника или музыканта, и он зарыт в землю, то все мы знаем, что это негативно может сказываться, симптоматика всем известная. Так вот этот дар целителя, он у очень многих людей проявлен. И когда я работаю, то есть человеческое тело может рассказать практически обо всем. И тестируются определенные точки, и я начинаю расспрашивать, а не было ли у вас целителей в роду? Да, вот бабушка была, вот она отказалась, или где-то меня лечила, или прадед лечил, а вот все остальные все это забросили, ну как же? И напряжение, которое в результате возникло, оно сказывается на жизни, где-то раскручивается эта ситуация, и можно разблокировать этот отказ. Это очень важно для здоровья, здоровья наших людей. Я очень уважаю все направления медицины и все направления знаний, но это такая же важная часть нашей жизни, как и любая другая. Да, и еще есть люди с повышенным каким-то познавательным потенциалом, которые работают в своих профессиях, массажисты, остеопаты, доктора, ну как бы, психологи и так далее. И те знания, которые я даю, позволяют на порядок им расширить возможность применения. Например, курс «Метафоры чакр», который я буду скоро давать. Через сигнальные точки меридиана я буду обучать людей диагностировать те эмоциональные напряжения, которые проявляются в нашей жизни. То есть в нашем теле текут такие каналы, которые называют меридианы, и они снабжают энергией, разветвляясь в систему каналов НАДИ, каждую клеточку нашего тела, каждый орган, каждую железу. Человеку кажется, нам кажется, что мы руководим своей жизнью. Нами руководят наши железы, которые записали наше тело, органы, которые могли записать, как правду, выживание, совершенно нерациональные формы поведения для текущего времени. И у нас шесть каналов Инь и шесть каналов Янь. Каналы Инь предопределяют то, как мы можем получать. И бывает, что люди не могут получать, а бывает, что люди одержимы получением чего-либо. И в зависимости от того, какой меридиан и с какой чакрой он находится в обменных процессах, это может проявляться в тех или иных проявлениях жизни. А яньские меридианы – это то, как человек может давать. Есть люди, которые преследуют окружающих благами, открывают двери на ключ и причиняют добро. А есть люди, которые категорически не дают и оккупируют течение энергии. И иногда в одном человеке могут заключаться эти формы поведения. Вот с одним человеком, в одном отношении. Женщина может преследовать своей заботой одного из членов, ну, человека, не важно, женщина, мужчина, одного из своих членов семьи или друзей засыпать благами, а другому в том числе в то же время блокировать любое поступление энергии. И рационального объяснения этому нет. А если мы приводим в нормальное течение, что мы показываем телу, что существует вот такой перекос течения энергий, мы показываем, потом мы показываем, каким образом это стабилизировать, и закрепляем полученный результат. У человека есть некая картина взаимодействия, но мы реализуемся вот в течение жизни с участием очень многих энергетических систем. Ну, то есть я сейчас и разговариваю, и жестикулирую, и слушаю вопросы, и соображаю, да. Это работа невероятного, симбиотическая работа невероятного количества моих и ваших органов. И от того, как они взаимодействуют, зависит то, как я воспринимаю, как мы воспринимаем мир, как он воспринимает нас гораздо раньше, чем мы увидели или услышали то, что происходит вокруг нас. И когда вся эта система у нас в неком балансе, то нас понимают еще до того, как мы сказали. Ну и, соответственно, мы вписываемся в окружающую ситуацию, не обрезаясь в углы, а срезая их.